Приветствую вас, уважаемые пользователи и дорогие подписчики этого канала. В этом видео покажу, как сделать красивую такую фигурку, как объемную звездочку. Называется большой звездчатый дедекаэдр. Сейчас сделаем развертку. Проводим первую линию. Дальше здесь нужна вторая такая параллельная линия, чтобы между этими линиями поместить грани этого внутреннего эйкосайдра и равносторонние треугольники. Сейчас я циркулем отсекаю размеры сторон грани этого эйкосайдра. А потом через полученные точки провожу пересекающиеся линии, которые образуют всю развертку. Потом рисуем у них по краям вот такие псевдоребра жесткости для склейки. В них особая точность не нужна, можно рисовать от руки, они сено уйдут и загнутся вовнутрь. Потом все это вырезаем. Теперь ее нужно хорошенько прогнуть по всем линиям сгиба. Вот так вот взять по линейке и четко по линиям сгиба вот так вот согнуть. И так дальше. Теперь берем двусторонний скотч. Отматываем по длине чуть-чуть меньше ребра. Отрезаем. Потом нарезаем на полоски. И такими полосками проклеиваем все вот такие места, где будет потом приклеиваться псевдоребро жесткости. Теперь у этого скотча начинаем отрывать предохранительную ленту и склеиваем эту фигуру. Вот так отрывается двусторонний скотч. Потом берем псевдоребро жесткости и соединяем с этой гранью. Последнюю грань вклеим на обычный скотч. Теперь, когда внутренний многогранник готов, чтобы получить звездчатую форму, нужно вот этот вот пятиугольник, который мы видим сверху, воображаем и продлить ему стороны, получится пересечение, звездочка. И обклеить каждую грань пирамидкой треугольней. Чтобы определить длину ребра пирамидки, нужно измерить длину любой из сторон этого эко-сайдра, разделить ее пополам и разделить на косинус 72 градусов. Получится точное значение длины этого ребра. Ставим циркуль на радиус, определенный таким способом, и чертим окружность. Три раза по этой окружности отсекаем сторону эко-сайдра. Соединяем все это. Потом рисуем псевдоребра жесткости. Потом вырезаем. Теперь прогнем все по линеечке. И теперь скотчем склеиваем такую пирамиду. Отмерили его четко по длине. Приклеиваем на псевдоребру жесткости. И склеиваем эту треугольную пирамиду. И такие пирамидки будут присоединяться на каждую грань этого эко-сайдра. Обратите внимание, каким идеальным продолжением сторон пятиугольника она является. Таких пирамидок, помимо этой, нужно еще 19 штук. Сейчас я их вырежу. Теперь, когда развертки готовы, приступаем к их склейке. И теперь этими пирамидками нужно вот так вот обклеить эко-сайдр для получения звездчатой формы большого звездчатого додека-эдра. Начнем. Сначала клеим двусторонний скотч на грани эко-сайдра, потом приклеиваем пирамидку. И вот эти вот места для надежности я прохожу обычным скотчем. Пирамидка. Все, произвожу на это место вклейку последней пирамиды. Все, вся фигурка проклеена. Эта штучка называется большой звездчатый додека-эдр. Думаю, получилось красиво. Из стекла, конечно, такая штука была бы куда красивее, я думаю. При разметке этих пирамидок так, чтобы они были идеальным точным продолжением сторон, я употреблял слово косинус. Разобраться в этом совсем несложно при желании. Говоря простым языком, это заранее известные коэффициенты, которые позволяют в прямоугольном треугольнике определить все его стороны и все параметры, если у него известна хотя бы одна сторона и один острый угол. А само значение этого синуса или косинуса легко может посчитать любой современный гаджет. Главное еще не ошибиться у него с единицей измерения, потому как по умолчанию эти калькуляторы могут стоять на радианах, а я там считал в градусах. На этом я видео об этом многограннике заканчиваю. Всем всего хорошего, спасибо, до свидания.